Ребята, всем привет! С вами снова Хэлс Натали. Я рада видеть вас на своем YouTube-канале. Сегодня мы с вами поговорим про очень интересный микроорганизм, грибок. Мы поговорим с вами про кандиду. Наверняка многие с ней сталкивались, особенно девушки, знают, что такое молочница. И, к сожалению, очень часто в практике считается, что нужно лечить ее местно. Действительно, иногда это эффективно, всякие разные тампоны, какие-то свечи. Но все-таки, если мы говорим о каком-то уже достаточно хроническом заболевании, когда молочница рецидивирующая, то нужно лечить ее изнутри, нужно избавляться от кандиды, точнее, пытаться максимально ее смирить. Поэтому давайте разбираться, как же это сделать и что, собственно, мы можем предпринять. Итак, для начала я хотела бы вам сказать, что кандиды, тот самый злосчастный и ненавистный многими грибок, это наша условно-патогенная флора. То есть, по сути, она является составной частью нашей нормы флоры, но наша проблема в том, точнее, может быть, даже проблема кандиды отчасти в том, что мы раскармливаем ее своим питанием, точнее, наше питание содержит такое большое количество углеводов, что ей просто ничего не остается, как размножаться. То есть, изначально она задумана как помощь нам. То есть, мы едим углеводы, переедаем, скажем так, немного сладеньким, иногда даже, может быть, не сладеньким, например, вы съели очень много каши, которую организм ваш не смог, в принципе, переварить. И для чего нам нужна вот эта самая кандида? Она у нас живет в кишечнике для того, чтобы вот эти вот сахара, непереваренные, которые она видит, она должна, собственно говоря, сама их взять, доесть, чтобы они не достались какой-то еще более агрессивной, более патогенной микрофлоре. То есть, она создана нам условного блага. Но, повторюсь, тем, что мы ее раскармливаем, мы вынуждаем ее размножаться, потому что, когда мы постоянно едим эти самые сахара, она видит, что они есть, и что ей остается. Ей остается только размножаться, чтобы спасти вас, чтобы также дальше перерабатывать, перерабатывать эти сахара. К сожалению, в какой-то момент наступает точка невозврата, да, когда ее становится настолько много, что она в буквальном смысле может лезть из ушей. То, что вы видите какие-то корки в ушах, сиборейный дерматит, вы видите перхоть, какие-то даже грибки на ногтях, та же самая молочница, какие-то зуды, шелушения на коже, очень часто это проблема грибов. Конечно же, кандидат не единственный гриб, который может нам доставлять такие неприятные ощущения, но, тем не менее, один из таких, наверное, наиболее изученных, наиболее основных. Поэтому, я уже сказала, проблему нужно решать изнутри. И в первую очередь, вы должны прекратить ее кормить. То есть, посмотреть, нет ли у нас действительно избыточного количества углеводов в рационе. Если мы его обнаруживаем, то, соответственно, мы его снижаем. Смотрим, что у нас с инсулином, глюкозой. Действительно, если у нас есть какое-то состояние инсулинорезистентности, то мы должны в первую очередь разбираться с ним, как бороться с инсулинорезистентностью. Я рассказывала в предыдущих своих роликах, существует очень много и добавок, и немедикаментозных каких-то историй, поэтому крайне важно эту проблему решить. Дальше. Иногда так бывает, что у нас все нормально, условно, с инсулином, с глюкозой. И, может быть, мы даже не переедаем прям там особого какого-то большого количества углеводов, а у нас, тем не менее, какие-то вот эти непонятные рецидивирующие грибы. В таких случаях я рекомендую, конечно же, если есть возможность, сдать анализ на органические кислоты и посмотреть, что, в принципе, заходит у нас в митохондрии. То есть, что у нас происходит глобально с энергетическим обменом. Очень часто так бывает, что вы что-то съедаете, но по факту организм ваш не может это взять и встроить в энергетический цикл. А самая легкая, самая простая энергия – это у нас углеводы, мы знаем. Поэтому на этом фоне точно так же размножается молочница, размножается кандидо, точнее, и появляется молочница. И виновата, опять же, не она. Виноваты какие-то не так происходящие процессы в нашем организме. Очень часто истории, когда мы используем какие-то антибиотики, например, у нас что-то обнаружили, я не знаю, тот же самый хеликобактер или, не дай бог, вас лечат от коронавируса антибиотиками, либо еще что-то. То есть, короче, ситуаций, на самом деле, очень много. По факту что получается? Едкие такие жесткие антибиотики удаляют вот эту вот бактерию какую-то там, и свято место, мы знаем, пусто не бывает. На это место быстренько приходят грибы. И, к сожалению, если вы в момент приема тех же самых антибиотиков не используете какие-то метабиотики, пробиотики, то вероятность того, что у вас случится обострение молочницы, то, что у вас разрастется кандидо, она просто огромная. Поэтому очень важно это понимать, и наверняка многие слышали про такие тоже как бы грибковые культуры, как сахаромицеты буларди, да, они, в принципе, призваны для того, чтобы замещать вот это вот свободное место, чтобы помогать вытеснять ту же самую молочницу. Поэтому в терапии, в принципе, достаточно часто они используются. Следующее, на чем бы я хотела остановиться, это тот момент, когда действительно бывают такие ситуации, когда в вашем организме, опять же, вследствие каких-то сбоев, произошедших уже до, размножаются какие-то патологические микроорганизмы, которые продуцируют излишнее количество тех же самых сахаров. И опять же, кандида бегом приходит вам на помощь, чтобы утилизировать вот это вот количество сахаров, которые вы не получаете с пищей, условно, вы там почистили свое питание, но вот эти вот микроорганизмы вам его продуцируют. Поэтому, опять же, решаем, не маскируем следствие, а решаем корень проблемой, да, решаем проблему с самого начала, ищем вот это вот звено, которое стало стартом для запуска ряда патологических реакций. Теперь давайте немножечко поговорим о питании. Очень часто кандида, не получая достаточное количество углеводов, например, вы решили посидеть на кето-питании, да, она переходит на эти жиры, то есть ей ничего не остается, она хочет выжить, понимаете, она же у вас уже поселилась, уже живет, и, соответственно, уходить никуда не хочет. Поэтому она переходит на жиры как источник своего топлива. И поверьте мне, если она уже это сделает, если она это перейдет на этот источник топлива, выгнать ее из организма будет еще в разы сложнее. Поэтому я не сторонник антикандидных питаний. У меня был ролик про протоколы питания, и там я уже об этом говорила. Я сторонник того, чтобы мы убрали, однозначно убрали излишек углеводов, убрали все категорически простые углеводы, да, сложные все-таки оставили, потому что, повторюсь, это самая быстрая энергия для организма, и если он ее не получает, то как бы тогда он должен все равно добывать ее в каком-то другом месте. Поэтому мы однозначно чистим свое питание. Мы однозначно, я рассказывала в вебинаре по ЖКТ, мы должны перед тем, как начать работать с кандидом, мы знаем, что она живет у нас не поодиночке, да, то есть они, вот эти вот все грибы, они формируют огромные такой, знаете, как биопленки, огромные конгломераты, такие сообщества, они живут специально так, чтобы к ним было максимально сложно добраться. И когда вы пьете какой-то антибиотик от молочницы, он приходит туда, но он не может фактически, он готов там, например, убить этот вот сам этот гриб, но он через эти споры пробраться не может. Поэтому в превентивной терапии, в принципе, достаточно часто используются так называемые противопленочные препараты. Это препараты, которые разжижают, растворяют, разбивают вот эти вот биопленки бактерий, и таким образом, когда вы дальше уже используете противомикробное непосредственно вещество, оно, ему гораздо легче добраться до самого гриба. Поэтому я рекомендую, ну, на Ахерт, на самом деле, много разных, там есть и кандекс, есть и там серапептаза, есть и разные на основе там Biofilm Defense специфические, очень классные ферменты, да, то есть вы можете поискать, я, в принципе, тоже рассказывала о них и в вебинарах, и показывала даже, по-моему, в каких-то роликах в разборах, в общем, все это можно без проблем найти. Дальше, когда мы растворяем вот эту вот биопленку бактерий, во-первых, параллельно, или даже не параллельно, а до того, как мы начинаем это делать, мы должны понимать, что у нас хорошо работает желчаток, что у нас хорошо работает детокс в целом. Потому что если вы начнете бороться с любыми патогенными микроорганизмами на фоне неработающей детоксикации, к сожалению, вы только отравитесь продуктами распада вот этих самых микроорганизмов и получите жесткую интоксикацию. Поэтому все этапы, которые мы с вами уже обсуждали, все моменты детокса обязательно должны быть закрыты. Итак, следующий момент, после того, как вы растворили биопленки, естественно, мы должны использовать какую-то противомикробную терапию. Здесь может подойти абсолютно что угодно. В более таких, ну скажем так, классических историях используется каприловая кислота, монолурин, мята, орегано, то есть какие-то такие натуральные природные антисептики. После того, как мы их использовали, это, конечно, длительность терапии, она тоже обычно достаточно долгая. Если вас параллельно еще мучает молочница, то я рекомендую своим клиентам использовать, делать тампоны с кокосовым маслом тем же самым, да, то есть какие-то такие дополнительные еще вещи. Так вот, после того, как вы использовали, собственно, саму противомикробную терапию, нам крайне важно параллельно, я уже сказала, да, это место, пустое место, которое освобождается там, где жили грибы, да, заселись какими-то, ну, временно, какими-то хорошими микроорганизмами. Здесь подойдут те же самые сахаромицеты буларди, их очень много на iHerb, самых разных, есть и в аптеке, это аптечный препарат энтерол, поэтому выбирайте на ваши вкусы, на ваш кошелек. И дальше уже вы залечиваете слизистую. Про препараты для слизистой я рассказывала, по-моему, четвертой части разбора iHerb. Можете использовать несколько одновременно, можете 3-4 разных, смотрите, их как-то совмещайте, то есть они используются, в принципе, даже там каждый может использоваться по 3 раза в день, немножечко с небольшим промежутком, может иногда даже вместе они используются, в зависимости от того, в принципе, насколько запущена ситуация, какую цель вы хотите достигнуть. Только таким образом, ребята, но еще раз повторюсь, что самое главное, вы должны понять, какая причина, какая изначальная причина появления вот этих вот излишнего количества вот этого тканиды в вашем организме. И только работая с первопричиной, то есть если у вас сломан углеводный обмен, вы сдали там ту же самую органику, посмотрели, работаем с нарушениями в углеводном обмене, это там бэшки все поединично, по штучному заводим митохондрии и так далее, я не буду об этом останавливаться, это достаточно сложно, и не каждый это сразу воспримет. Поэтому работаем изначально с первой причиной, то, что можно сделать в моменте, в принципе, я вам рассказала. Ну что, я надеюсь, ролик был вам полезен. Если у вас есть молочница, если вы страдаете этой проблемой уже давно, либо кандиды как-то по-другому себя проявляют, напишите в комментариях, что вы уже пробовали, может быть, что вам помогло. Я думаю, что это многим будет полезно, давайте делиться своим опытом, и так мы будем еще круче, еще сильнее, и канал будет на самом деле очень полезен, потому что моя основная цель принести максимально огромное количество абсолютно бесплатной информации вам, чтобы действительно вы применили ее, и ваша жизнь стала чуточку легче и чуточку проще. Ну а я вас целую и обнимаю, увидимся совсем скоро в новом ролике. Всем пока-пока!